Ну давайте посмотрим за этим поединком. И 4,5 килограмма. Профессиональный рекорд точно такой же. Три боя, три победы. И в основном, дорогие друзья из Киргуросова, Чиккис и Булата. Продолжение следует, как Геннадт Швилл. Итак, несколько секунд до начала боя. Но Булатов сразу, именно своей внешностью, демонстрирует, что это борец вольного стиля. Корпус, телосложение, именно выходца из этого вида спорта. Чуть менее атлетично выглядит его оппонент. Но, как мы знаем в единоборствах, это далеко не всегда играет определяющую роль. Итак, начинается первый раунд. Интересно, какую манеру ведения этого боя выберут спортсмены. Привычна для себя борьба или все-таки стойки? Но мы видим, что активничают именно в этом компоненте. Именно ударная техника пытается активнее действовать. Так как оба являются представителями, выходцами вольной борьбы, я думаю, победа будет здесь в руках того, кто более лучше потянул стойку. Да, потому что, наверное, не будут они рисковать именно действовать в том компоненте, который для них сейчас является родным. Все-таки, мне кажется, в первую очередь это касается Исламова, потому что Бибулатов более такой мастеровитый борец, более опытный. И здесь стоит ему как раз таки стойки действовать, именно Исламова. Ну и оппонент его тоже, в принципе, такую пока что манеру боя выбрал. Но оба бойца, они имеют поражение, повторимся, и являются своего рода топовыми проспектами. И я считаю, что бои проспектовые являются самыми ожесточенными, так как бойцы уже с набитыми рекордами или с опытом уже всем в основном все доказали и знают, что от себя отжидать. А тут бойцы, которые только начинают показывать и раскрывать свое мастерство, которым предстоит еще долгий путь на восхождение на Олимп. Именно поэтому стараются выкладываться по максимуму, чтобы зарекомендовать себя в бойцовской среде, устраивая в большинстве случаев нереально крутые рубки в бескомпромиссных поединках. Да, действительно, правильно отмечает Мурат. Ну и здесь, конечно же, мотивация запредельная. Этим ребятам есть что доказывать. Они сейчас очень голодны до победы. И, естественно, вот как мы сейчас видим, ожесточенная борьба за позицию. Тейкдаун все-таки удается или нет Бибулатову. В первом борьбе включился Чингиз. И вот здесь вот характерные, именно борьбу мы наблюдаем. Пытается Исламов выйти из Тейкдаун, но все-таки он проигрывает именно эту позицию. И позицию гарда пытается сейчас захватить. Бибулатов бьет по корпусу, показывает рефери, что позвоночник бить, конечно же, нельзя. Взбивает дыхание Бибулатов своего соперника. Удары, конечно же, не очень размачистые, но чем больше получает спортсмен, тем все-таки они, как по определенной, конечно же, нагрузку дают. Подобные удары больше сказываются на позднем раундах. И попытка Кимуры сейчас в исполнении Исламова продолжает пытаться этот прием провести. Нажмуте Исламом, но уходит все-таки Бибулатов. Запасная ситуация, хотя нет, еще продолжается попытка. Выгинает руку Исламов своему сопернику. На самом деле в этой ситуации тяжело сейчас Бибулатову приходится. Нужно ему быть внимательным. Мы видим, что вот именно, если смотреть на взгляд... Минута 30 остается до конца раунда. Смотрим на взгляд Бибулатова и видим, что таких серьезных проблем ему пока что оппонент не создает. Он внимательно слушает как раз-таки еще своих боковых чингисов. Но бойцы и так не проводят своего рода активные действия, и поэтому судья ставит их в стойку. Но тайгаун остается за Чингизом. Да, здесь определенный контроль он провел, и как раз за счет этого имеет определенное преимущество в первом раунде. Мы видим, что у Исламова достаточно внушительная поддержка. Скандируют его имя сейчас болельщики в зале. Прессингует Исламов. Попытка колена на скачке, но и очень интересная. Технично ушел, Чингиз. Попытка колена на скачке, но и очень интересный поединок мы наблюдаем. На самом деле, наверное, самый интересный, самый зрелищный пока что. Полуфинал в этом дивизионе в рамках Грам-при и Беркут. Мы, исходя из первого раунда, уже поняли, что лучше стойки на Исламов на Жмуди. И вот так он хорошо сейчас как раз-таки это... Неплохая контр-атайка Чингиза. Чувствуется, что Чингиз все-таки более устал, чем... На самом деле, борьба очень много сил отбирает. И как раз-таки атаковать это очень тяжело. И Нагулатов пытался забрать позицию именно в тейкдауне. И долгое время он не мог завершить этот прием. И, естественно, здесь определенная сила, определенная порция сил покинула спортсмена. Правый кросс. Руки слишком низко держит Исламов. Это, конечно же, минус. Но мы видим, что у Ислама очень хорошее тэквонто, судя по всему, он именно этим видом спорта. Или каратэ занимался, потому что хорошо ногами работает. Вызывает не спешить его. Вот и подъехали болельщики Чингиза, судя по всему. Попытка удара с разворота, но неудачная. Как раз-таки именно сейчас мы видим, что именно так вести бой выгоднее как раз-таки Нажмуде Исламову. Потому что мы видим, что в мастерстве именно в борьбе он все-таки соперник наступает. И еще один хороший хайкик. Он пришел в стоп-блок и продолжает прессинговать Исламову своего соперника. Попытка встретить неудачное у бойца из синего угла. Удары Исламову носят все-таки более увесистый характер, судя по тому, какое ущерба они наносят. Еще раз слева встречает Исламов соперника. Ну, устали оба спортсмена. Мы это видим. Все-таки тяжеловато сейчас дышать, потому что очень активная концовка первого раунда. И так продолжаем. Продолжается этот поединок. Правый хороший кросс в исполнении Ченгиза Бибулатова. Уже Нажмуде достаточно тяжело стал дышать. Действительно очень много сил потратил. Очередная попытка тейкдауна уходит от нее Исламов. Попытался на выходе Бибулатов пробить с правой, но удар его прошел мимо цели. Ну, ровно так же, как и хайкик Исламова. Правая попытка правого фроса. О, бэкфейст выше цели. Как говорят в футболе, ну, здесь на самом деле ушел от него Бибулатов. Устали ребята. Неплохая попытка была сейчас в исполнении пробить справа. Судя по всему бойцы, бой дойдет до решения, то, что мы видим сейчас. С другой стороны, тяжело еще будет этим парням еще пять минут провести в клетке. Попыт, неудачная попытка тейкдауна. И на выходе слева, а справа ноги попадает немного Исламов. Бибулатов сейчас защищается. И здесь уже тейкдауна. Попытка тейкдауна, сетку хватает. Хорошо, сейчас это Ченгиз. Парни очень сильно устали. Очень интересный зрелищный поединок. Ох, справа хорошее попадание. Небольшая сечка, по-моему, появилась или нет? Нет, не появилась. Там гематома над левым глазом. Бибулатов пытается забрать концов. Две попытки провести тейкдаун у Бибулатов оказались неудачными. Ну вот самые яркие моменты здоровья. Пятиминутки мы все и забываем. Их было немало, мы видим. Друзья, посмотрите на левую. Левую встретил хорошо. Бибулатов соперника. Попытался тут же провести тейкдаун, но раунд закончился. Заключительный третий раунд. Итак, здесь уже видно, что оба парня устали. И на самом деле никто не хочет форсировать события. Если для нас, болельщиков, каждый прошедший бой, это вчерашняя история, о которой приятно вспоминать и порассуждать, то для самих бойцов это последняя ступень, которую с каждым новым боем приходится преодолевать. Ну и, конечно же, много пищи для размышлений появляется. Порассуждать над тем, что получается, что нет. Понять, над чем еще нужно работать. Тем более в бойцовской среде есть негласное правило, которое гласит, что ты настолько крутой боец, насколько хорошо показал себя в последнем бою. Ох, справа хорошее попадание, но все-таки могло быть хорошее, все-таки чуть-чуть покасательное пошло оно, и поэтому мы видим, что определенных серьезных неприятностей для Булатова этот удар не доставил. Устали оба. Руки забились, вот и видно. Ноги затекли. Здесь уже ни тот, ни другой не хотят рисковать. Ну и, наверное, более молодой, хотя небольшая там разница, всего два года. Исламов чуть более активен, может быть, за счет как раз-таки горячей крови молодого максималиста. Он неплохой оверхенд. Снова справа попытался через руку пробить Исламов, но не точно. Ох, колено хорошее попадание. С левой, левый джеб. И проваливается сейчас Бигулатов. Пытается тут же стать и провести тейкдаун, но неудачно и не совсем удобной для себя позиции находится сейчас Бигулатов. Ну и мы видим, что у Ислама усиленно исходит. Не так уж он активен, наверное, как был бы несколькими минутами ранее. Колено в корпус. Еще одно колено. Две минуты до конца боя. Сможет ли он... Еще одно попадание. Да, вот это да! Несколько попаданий в голову. Бигулатов пытается все-таки тейкдал снова провести Бигулатов. Это такая защитная реакция. На самом деле мы видим, что немного поплыл боец. И попадание снова руками. Все! Возможно, это конец. Но он не спешит рефери из Игушетии останавливать поединок. Хотя защита достаточно пассивная. Ну и атака. Мы видим, что нет аплитутных ударов. Сил практически не осталось у Лермуды Исламова. Все! Все! Защита была. Спасибо за середину! Дамы и господа! Время остановки боя 3 минуты 40 секунд третьего раунда. Техническим нокаутом Коби Вани одержал победу и вышел в финал гран-при в полутяжелом весе наш Курции Исламов! Урус Марта!